Еще в прошлом году на территории детской больницы было всего несколько клумб с затейливыми узорами. В этом же году они опоясывают все здание. Причем, что удивительно, каждая имеет свое неповторимое лицо. Наводить порядок на своей территории здесь начали еще ранней весной. Причем с того, что закрепили территорию за каждым из семи подразделений учреждения. Мы, не дожидаясь дожинок, еще буквально в конце зимы, в начале весны разработали и утвердили те мероприятия, которые мы запланировали сделать. Которые действительно, по возможности нашей, действительно приукрасят и территорию больницы, и по возможности внутри само наше учреждение. И вот одним из, так скажем, пунктов мероприятий было благоустройство территорий. И в том числе проведение смотра конкурса в нашем учреждении среди отделений детской больницы на лучшее оформление прилегающей территории. Коллектив каждого отделения подошел с полной ответственностью. Люди проявили инициативу, выдумку, творчество. Постепенно в парк превращается внутренний дворик детской больницы. Все возможное делается для того, чтобы маленькие пациенты, которых здесь даже в летнее время полторы сотни, могли отвлечься под бдительным оком воспитателей и медсестер. Те же дети, которые находятся на лечении, они у нас в теплое время дня выходят на улицу с воспитателями, не гуляют. И вот во внутреннем дворе за счет спонскерких средств. Спасибо директору предприятия «Школьник». Лично хочу поблагодарить прекрасную директора, прекрасную женщину, великой души человека за предоставленную нам спонсорскую помощь в виде детских качелей. Эти качели мы уже установили в внутреннем дворе. И сейчас, так скажем, мы в планах будем делать там детскую площадку. То есть мы, опять же, просим и призываем всех наших горожан, пенчан или предприятия по возможности, если кто может, нам помочь в приобретении спонсорских, ну, так скажем, горок, разных атрибутов, которые мы могли бы украсить и, так скажем, наиболее улучшить качество пребывания тех больных детишек. Так что спонсорам и просто тем, кто понимает, насколько важно создание такого места отдыха и развлечений для больных ребятишек, вынужденных проводить время в больничных палатах, найдут возможность внести свою лепту в такое важное и нужное дело. Впереди у нас еще много планов. У нас и покраска забора, и сейчас текущий ремонт фасада мы будем делать. Есть еще там кое-какие планы, о которых я немножко еще посекретничаю на перспективу, не буду сразу все выдавать. Но в рамках проведения предстоящих дожинок в нашем городе для нас тоже большая честь. По крайней мере, как-то показать себя тоже с хорошей стороны нашего учреждения очень хочется. Что касается итогов конкурса, то, как вы видите, выявить победителя было достаточно сложно. Мы выбрали трое самых-самых лучших, так скажем, отделений, которые наиболее проявили действительно творческий подход, так скажем, ту самоотдачу в оформлении своей территории. Значит, итак, третье место нашего конкурса заняло отделение интенсивной терапии и реанимации. Второе место заняло у нас отделение недоношенных детей. И первое место заняло приемное отделение. Я хочу искренне поздравить и поблагодарить, особенно эти подразделения, с таким серьезным очень подходом к оформлению территории не только как своей, но и территории фактически всей больницы. Победителей ждут заслуженные призы. А детвору и всех посетителей детской больницы рукотворный цветочный подарок. Продолжение следует...